Последнее время, особенно после разрушения Советского Союза, в изучении мировых войн наметился такой крен на изучение частностей, деталей. Наверное, это очень важно. Но я полагаю, что главное – это главные вопросы. И в анализе тех же мировых войн главный вопрос – это, как сказали бы древние римляне, ки боно, ки продаст, кому выгодно. И если мы не поймем, кто разжигал войны, если мы не поймем механизм возникновения мировых войн, а этот механизм совершенно нельзя отделять от циклов накопления капитала, никто не отменял законов развития капиталистической системы. И если мы не поймем этого, мы не поймем всего остального. В связи с этим, на мой взгляд, важна не только история Второй мировой войны, но и предыстория, которая непосредственно, годы непосредственно предшествующие Второй мировой войне. Хотя есть целый ряд историков, которые, и, наверное, в этом есть резон, полагают, что в 20 веке было не две мировых войны, а одна мировая 30-летняя война 1914-1945 года. И это лишний раз говорит о необходимости изучать предысторию Второй мировой войны. Тем более, что есть целые лица, есть целые группы лица, которые фальсифицируют события. Особенно после разрушения Советского Союза на Западе, да и отчасти в России заговорили о том, что СССР чуть ли не такой же виновник, как на войны, как гитлеровская Германия. И своеобразной козырной картой вот этих фальсификаторов является советско-германский договор о ненападении от 23 августа 1939 года, который на Западе упорно именует Пактом Риббентропа-Молотова. Однако, вот эта якобы козырная карта бьется очень легко. СССР был последней крупной европейской державой, который заключил договор о ненападении с Германией. Еще годом раньше это сделали Великобритания и Франция, а СССР, который долго и тщетно уговаривал две эти державы создать систему коллективной безопасности в Европе от нацизма, остался ни с чем. На Западе любят вспоминать о советско-германском договоре, но не любят вспоминать о Мюнхенском сговоре 28 сентября 1938 года, о чем мы поговорим позже. Сначала мы рассмотрим предысторию войны и зафиксируем те группы интересов в Германии и в Европе, которые вели Гитлера к власти, готовили его к войне. А затем посмотрим на Мюнхен 38 и завершим нашу беседу вопросом о причинах победы СССР. То есть саму войну мы затрагивать не будем, хотя это очень интересная тема. Был такой замечательный французский мыслитель Гюстав Лебон. Он в основном занимался психологией народов и масс, и его книга «Психология масс» была настольной книгой Владимира Ильича Ленина. Он очень любил эту работу. Гюстав Лебон, француз, но тем не менее объективный историк. И рассуждая о причинах Первой мировой войны, он написал очень интересную фразу. Он написал следующее. Вильгельм II, кайзер Германии, писал Гюстав Лебон, повторяю, француз, капнул в чашу ту каплю, которая ее переполнила. И Вильгельм II виноват в разжигании войны. Но, писал Гюстав Лебон, для историка важно понять, а кто же наполнил чашу до краев так, что хватило одной капли и все потекло. Вот этот прием Гюстава Лебона имеет смысл применять вообще к любой войне и уж тем более ко Второй мировой. Вторая мировая война, по сути дела, должна была решить те проблемы для заинтересованных групп, которые не решила Первая мировая война. Которая не решила Первая мировая война. Первая мировая война имела своей целью уничтожение четырех континентальных империй. Это Австро-Венгрия, Германия, Россия и Османская империя. Отчасти эта задача была выполнена, отчасти нет. Уже в 1916 году умные люди понимали, что хотя война идет к концу, в Европе будет новая война. В конце 1916 года генералы и офицеры разведывательного управления генерального штаба Российской империи написали аналитическую записку Николаю II, в которой зафиксировали, что война почти выиграна уже. И действительно, на конец 16-го года казалось, что война будет выиграна вот-вот. Но, сказали они, через 20 лет в Европе будет новая война, и поэтому нужно национализировать военную промышленность. Николай II не прореагировал. Люди из разведуправления стали искать контакты с другими политическими группами, в том числе большевиками. Но о чем это говорит? О том, что понимающие люди осознавали, что в Европе будет еще одна война, поскольку не все проблемы решены. Критически важным годом, с которого можно говорить, что Европа и мир пошли к Второй мировой войне, был 1929 год. Именно в этом 1929 году европейские банкиры, чем не только немецкие, но и британские, повели Гитлера к власти. И Гитлер должен был решить несколько задач. Он должен был разрушить СССР, но он должен был выполнить еще одну очень важную задачу, о которой проговорился Ялмар Шахт, один из крупнейших немецких организаторов промышленности. Когда в 1930 году Ялмар Шахт уговаривал европейских банкиров и промышленников поддержать Гитлера, он аргументировал это следующим образом. Гитлер, говорил он, разрушит национальное государство в Европе и создаст Европу, Европейский союз размером с Венецию. То есть для Ялмара Шахта и банкиров одной из важных задач Второй мировой войны было создание Европы, Венеции с размером с Европу. Продолжение следует...